Житие преподобного отца нашего Нестора, летописца русского. Всякая вещь, если она не будет запечатлена Писанием, будет забыта и неизвестна. Так, если бы Моисей не был научен Богом о самом начале и первом строении мира, о первом родоначальнике нашем Адаме и не оставил бы нам всего этого в своих книгах, все бы то, продолжительность времени покрыла как тьма и привела бы в неизвестность. Но Бог посылает в какое хочет время летописцев, чтобы последующие роды, прочтя то, что они начертали, могли получить от того пользу. Так и в наше последнее время Господь явил в русской нашей земле в Святом Печерском монастыре «Преснопамятного описателя, преподобного отца нашего Нестора, который просветил наши очи, принося нам пользу и возбуждая в нас благодарность к Богу тем, что написал о начале и первом устроении нашего русского мира, не только внешнего, но больше всего внутреннего и духовного». Я разумею под этим сказание об основании и устройстве в Руси обители по уставу иноческого жития, насажденного как в раю в Печерском святом монастыре, и о духовном нашем родоначальнике, преподобном Антонии, и о прочих его последователях и порожденных от него духом печерских святых, которым принадлежал и сам достохвальный этот описатель. «Он их святолепное жития написал не только тростью на хартии, но и на непорочной душе своей, делами равного им подвижничества. И потому вписал самого себя в книги вечной жизни, так что он слышит, «Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Когда преподобный Антоний безмолвствовал в пещере, а блаженный Феодосий строил монастырь, блаженный отец наш Нестор пришел к ним, желая святого ангельского иноческого образа. Ему было только семнадцать лет от роду. И тогда, еще не будучи иноком, он привык ко всем иноческим добродетелям, чистоте телесной и душевной, вольной нищете, глубокому смирению, беспрекословному послушанию, строгому посту, непрестанной молитве, неусыпному бдению и прочим равноангельским трудам, которыми он во всем подражал житию самих первоначальников, святых Печерских, Антонию и Феодосию. И от этой святой двоицы он, цветущей юности, принимал с любовью всякую заповедь, как дитя молоко от сосцов и как жаждущий олень воду из двух источников, текущих посреди гор в пещерах. В писаниях своих он показывает, что имел великую любовь к тем преподобным основателям не словом или языком, но делом и истиной, и что он горячо прославлял Бога устами и душой своей, видя светлые добрые дела тех двух великих светил русского неба. После же честной пред Господом смерти тех преподобных отцев, блаженный отец наш Нестор не только умер для мира делами мирскими, что сделал он еще прежде, проходя искус, но и мирским образом, и принял святой ангельский иноческий образ от преподобного Стефана Игумена Печерского, потом им же был возведен на степень диакона. И тогда, видя на себе двойной сан, иноческий и диаконский, день ото дня усугублял добродетели свои, умерщляя все плотские страсти и творя всякую истину, чтобы не быть плотским, но духовным человеком, истинным рабом и поклонником Божиим, зная хорошо слова самого Господа, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Духа неприязни, в котором нет истины, не поклоняющегося Господу, Он побеждал, как то можно судить по Писанию Его, больше всего неизреченным смирением, ибо всюду, смиряя себя, называет себя недостойным, грубым, невеждой, исполненным множество грехов. Когда же по внушению Божию братья положила совет ископать честные мощи преподобного Феодосия и принести их из пещеры во святую, Богом сданную Печерскую церковь, тогда в этом послушании первым был блаженный Нестор, и с великой верой и мольбой, потрудившись над копанием всю ночь, ископал святому Печерскому монастырю многоценный этот бисер честные мощи преподобного Феодосия и изнес их пред пещеру и был свидетелем, как говорит сам, великих бывших тогда чудес. Он пожил довольно лет, трудясь в деле летописания и помня вечное лето. И так угодил он Творцу лет, которому послевременных лет приставился в вечность и был положен в пещере, где и до ныне его честное тело почивает в чудотворном нетлении, свидетельствуя, что преподобный этот списатель житий святых и годов написал себе нетленное жилище на небе и благословен нетленным концом лета благости Божией, лета Господня приятного. Молитвами преподобного этого списателя добудем и мы вписаны в книги жизни Агнца Божия, которого лета не оскудеют, ему с Богом Отцем и животворящим Духом подобает от нас всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Память преподобного Нестора летописца русского Церковь совершает 27 октября.